Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что Некоммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был Господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая Когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться И, конечно же, вместе с нами Председатель правления Кооператива БАК-2 И Центра консультации Собственников квартир Сергей Сидорко Добрый день Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Если вдруг Я так понимаю Что может возникнуть проблемы У нас со связью Я попрошу Может быть Сергея Сидорко Переслать письмо Еще раз Айвру Гонтареву И Эрвину Страупе Если почему-то Мы с ними не можем Никак подключиться По связи Может быть Я переслал уже Будем ждать Их подключения Ну и я напоминаю Нашим слушателям Что в принципе Несмотря на то Что мы сейчас Начинаем потихонечку Работать удаленно Тем не менее В любом случае Вы можете звонить Принимать участие В разговоре И вот я помню Что в прошлой неделе Очень было много звонков И много вопросов Мы даже все не успели Как-то осветить 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 Пишите Звоните Тем более Что вот буквально На прошлой неделе Были просто у нас тут чудеса Звонили люди Пока вот шла программа Уже успели Вызвать аварийную бригаду На помощь И практически Вот оказали помощь Можно сказать В прямом эфире Что из самых Наверное Ну вот Основных Главных Вопросов У нас осталось Это наверное Все-таки Вопросы были К Вот Айверу Гонтареву И Эрвину Страупа Как бывшим Председателем Правления Ригасному Парвалдникс Там речь шла О тех вот Тонкостях Работы РНП Которые может быть Они могли бы Осветить и рассказать Но тем не менее Вот возникало Неоднократно Вот ситуация И вот Очень типичное Было письмо Которое к нам пришло Три раза Меняли управляющую Компанию Но вот нам Все равно Не показывают Акты и счета На накопительных Счетах Не накапливаются Деньги Вот Дескать Сколько мы не меняли Три раза меняли И каждый раз Сталкивались С одними и теми же Проблемами Вот Если Действительно Такая ситуация Потому что Я знаю Что Вы господин Сидор Как все время Говорите Что если Что-то не так Но нужно Менять управляющую Компанию Но если Вот у людей Такой негативный Опыт Уже с Несколькими Компаниями Что можно Посоветовать Мне очень трудно Здесь посоветовать Потому что Нужно понимать Какой договор Был заключен Поменяли управляющую Компанию Из каких Принципов Из самых дешевых То есть Компания Должна быть Самым дешевым Предложением Или Компания Должна Быть С какими-то Гарантированными Скажем Услугами И так далее Здесь трудно Комментировать И трудно Комментировать Выбор Собственника Есть такой риск Он всегда Существует Этот риск Существует Всегда Почему так Неудачно У этого дома Не могу Сказать 670 12 93 9 670 13 93 9 Телефоны В нашей студии Вот мне кажется Что к нам Сейчас да Подключился Айварс Гонтарев Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Может быть Вы сможете Тогда вот Ответить На этот вопрос Вот три раза Меняли управляющую Компанию Но каждый раз Вот одна и та же Беда На накопительных Счетах Почему-то Не доходят Вот не копятся Деньги И нам Не показывают Вот Акты Проделанных Работ Счета Сметы Как-то Эта вся Информация Как будто бы Засекречена Ну Очень просто Там Наверное Системно Что-то Нужно Поменять Во-первых В такой ситуации Я бы советовал Все же Весь оборот Денег Чтобы шел Через Бедребу Создать Бедребу Потому что Это несложно Это В количестве Двух людей Любые Два Жителя Этого дома Могут Создать Бедребу И заручився Уполномочиям От всего Одного дома 51% Они могут Весь финансовый Оборот Пропускать Через Именно Тогда На счет Бедребу Стоит Все деньги Весь накопительный Счет Они являются Заказчиками И они В этих случаях И Гласят Что делать За какие За какой объем Денег В каком объеме Эти работы Проводить И полностью Контролируют Финансовый Потоп Вот Это Такой Из Всех Вариантов Контроля Самый Надежный Это Самый Эффективный Так как Жильцы Вплотную Контролируют Каждую Копейку В этом Доме И Знать Полностью Про все Работы Которые Производятся И без Их Согласия Ну Поскольку Они Держат Кошелек Дома Без Их Согласия Ну Никаким Образом Нельзя Вот Их Обойти Или Что-то Им Не давать Потому что Они Все Держат И документацию И Денежные Средства Да И В этом Случай Управляющая Компания Или Управляющая Все Поставщики И исполнители Они Просто Являются Как Нанятые Работники Которым Бедри Дает Задание И Принимает Их Сделанную Работу Это Самое Главное Чтобы Я Могу Посоветовать Людям Если Они Раз Обожились Каким-то Образом Два Обожились Три Обожились У нас Есть Обороты Дел Звонок Здравствуйте Доброе Утро Пожалуйста Ваш Вопрос Доброе Это Звонят Сбриви Бас 399 Квартира 15 Большое Спасибо Гунтареву Бригада Действительно Приехала Пришел Этот Мастер Который Все Это Натворил И Сказал Что Под Нами Вы Слышите Меня Да Что Под Нами В Квартире Был Ремонт То Прорвало Трубу И Поэтому Когда Они Спускали Воду В нашу Батарею Попал Воздух И Теперь Батарея Холодная Он Зашел В Квартиру Говорит У вас Жестая Работает Что Же Вы Хотите Тут Ничего Страшного Нет Я Говорю А Вы Что Тоже Живете С Холодной Батареей Он Говорит Ошибаться Могут Все Я Жена Ненарочно Это Сделал Вот И Я Ничего Сделать Не Могу Какая Вы Говорит Упертая Что Чем Я могу Вам Единственное Можно Надо Поменять Батарею Я Говорю Ну Она У нас Прекрасно Работала Пока Вы Там Что Не Натворили Он Говорит Да Она Она Работала Но Вот Теперь Такая Ситуация Что Я Ничего Сделать Не Могу В общем Ничем Он Помочь Не Может Вел Себя Как То На Него Как Ничто Не Действует Не То Что Я Звоню Туда Не То Что Я Обращалась В Домоуправление В общем Он Ничего Не Обещает Видит Что В доме Пожилой Человек Который Лежит 92 Года Замерзает В двух Свитерах Он Непробиваемый Развернулся И Вышел Делайте Что Хотите Я Говорю Ну Раз Вы Напортачили То Меняйте Тогда Эту Батарею Хлопнул Дверью И Ушел Вот И Весь Разговор В пятницу Он Перезвонил И Опять Говорит Какая Живо Упертая Я Ничего Поделать Не Могу И Бросил Трубку Ну Вот Что Я Должна Теперь Предпринимать У Меня Действительно Больная Мать 92 Года Она Лежит На Боле Утоляющих Он Же Все Это Видел И Вот Так По-хамски Себя Вести Понимаете У Меня Вот Вся Надежда Ну На Гунтарева Ну Если Он Помог Первый Раз Ну Помогите Пожалуйста Спасибо Я вас Очень Прошу Скажите Пожалуйста Потому Что У меня Последние Сведения Было В квартире Нет Градусника И Он Заходил С Пустыми Руками Он Даже Когда Позвонил В пятницу Он Говорит А Какая У вас Температура В квартире Я Говорю У нас Вообще То Нет Градусника Я Говорю А Впереди У нас Что Лето Или Зима Я Говорю Сейчас Может На улице 10 Градусов А Через Неделю Может Быть Минус 20 Но У нас Нет Градусника В квартире И Он Просто С Пустыми Руками Зашел Буквально На Две Минуты Вот И все Не Было Никаких Измерений Температуры Был Просто Разговор Что Да Я Ошибся И все Я Говорю Так Теперь Выходит Так Как 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 Работы На Пятых Этажах То Внизу То Будут Страдать Постепенно Отключаться Все Пятые Этажи Я Говорю Это не первый год Ремонт Внизу Но Никогда Не Было Так Чтобы Наша Батарея Перестала Работать Притом Она Прекрасно Работала Мы Ни разу За Сколько Живем В этом Доме 50 лет Ни разу Не обращались В силтум До этого Года Вы Меня Простите Что Я так Говорю Действительно Может Он Вот Видите Он Даже В мелочах Придумывает Фантазию Может Он Говорит Так Своему Начальству Что Затопили Батарею Она У них Перестала Греть Они Пожаловались Вот Я Еду Еду И Не Могу Ей Втулковать Этой Женщине Что Батарея У вас Старая Но Она У нас Старая Но Работала Без проблем До Его Вмешательства Понимаете И я Очень Переживаю За Свою Мать Потому Что Она На Боле Утоляющих Где Там Кадеин Уже И Морфий И Вот Жить В такой Температуре Это Бесчеловечно Может Быть Это Действительно Ей И Десять Лет Жить Еще А Если Нет Ну Как Это Можно Так Поступать Ну Извините Меня Помогите Пожалуйста Чем Можете Спасибо Что Тогда Хотя Б Он Заявился Потому Что Я Поняла Что Без Вашей Помощи Он Б И Не Заявился Вот Он Вышел В коридор Позвонил Там Где Совсем Другой Стояк Спросил У вас Батарея Работает Она Говорит Да Он Веселым Голосом А вот В пятнадцатой Квартире Нет И Пошел Вниз И Уехал Тут же Вот Весь Его Вся Его Вот Эта Вот Помощь Извините Пожалуйста Я Перезвонить Не Могла Я Во-первых Не знаю Вашего Телефона Не Успела Записать И Ну Помогите Я Ложу Трубку Всего Хорошего Спасибо До свидания Чем Наверное Я смогу Тем помогу Но еще раз На данный момент У меня нет Такого Администивного Какого-то Права Кого-то Регулировать Потому что Я Независимый Дом Прав И Просто В тот Раз Люди Поехали На Добром Слове Скажем Так Не Имея 100 Рублей Имея 100 Друзей Просто И Чем Смогу Я буду продолжать Мониторить Эту вашу ситуацию Я знаю Мне Пришел Обратная связь О том Что у вас С восьми Секций У радиатора Греет Четыре И Что Остальные четыре Можно привести В порядок Только если Спускать дом Поскольку Там Да Какие-то Работы Проводятся Спрошу еще раз Мне же не трудно Попросить Откажут Откажут Помощь Но Пока Это все На добром слове Воздержится Я хотел бы сказать Что такие ситуации Не редкость Я не беру В анализ Эту ситуацию Но я всем Собственникам В квартире Рекомендую Иметь в квартире Градусник Сейчас такой Переходной период В системе отопления Когда она то работает То не работает Потому что Днем Как правило Система отопления Отключена К вечеру Она начинает Подтапливать К утру Она уже отключена И главным критерием Является Температура В квартире Температура Не должна быть Ниже 18 градусов И это Очень важный Момент Потому что Иногда Бывают споры Такие Приезжаешь Батарея холодная Почему батарея Холодная Потому что Отключена Система Ну Отопительный Теплоузел Остановился А у людей Часто бывает Реакция Не на температуру В комнате А на температуру На температуру Батареи Что не является Правильным Такой Ну да Замечание 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Телефоны Прямого эфира Можно звонить Можно жаловаться Можно Пытаться Рассказать О своих проблемах Ну и Получить Консультацию Ну а вот Если разбирать Те вопросы На которые Мы не успели Тоже ответить В прошлый раз Вопрос был Такой Вот Значит Ну прямо Человек интересуется Какие зарплаты В Риге Снаму Парвалднекс И Сколько домов Обычно контролирует Один управляющий И один инженер Ну я понимаю Что вот Насколько Большая Велика Нагрузка На людей С каким Количеством Людей Приходится Справляться С этими Объемами Ну здесь наверное Я могу Прокомментировать Зарплаты В принципе До управления Они Публично Доступны По отношению Они думают Они думают Что сняли Это Есть Зарплаты Скажем так Уровень зарплат Всех позиций Да И там Видите Если вот Например Это такая должность Тогда у него Зарплата От до От до Одно И там Коридор Зарплаты Он довольно Такой Маленький Там Ну плюс Минус Там Понятно Сколько Уровень Этой Зарплаты Там Тысяча Две Три До Четырех Четыре Тысячи Брут Это Была Зарплата Директоров Управленческих Структур Там Были Раз Два Три Четыре Пять Управлений И Вот такие Зарплаты Достигали Объем Ответственность Каждого Работника Насчет Объема Домов Ну Они Очень Большие Да Там Один Одна Из функций Там Например Она Не была Конкретно Мне Почина Другому Направлению Но Под Которую Я Смотрел Это Уборка Конечно Поскольку Очень Много Жалоб Насчет Уборки Было И Я Пытался Перенести Тот Модель Организатор Организаторические Структуры Которая У меня Была Как в Частном Дом Правления На РМП Это Невозможно Потому Что Здесь Например У каждого Надзирателя За Работой Двольников Около 100 Томов Ну Это Физически Невозможно Пробежать 100 Домов И Наблюдать За Качеством Работы То же Самое Насчет Управляющих И Инженеров И так далее Там Огромный Объем Которые Скажем Так Они Работают При том Ну Вот Как Каким Темпом Дом Управления Все Эти Годы Работал Да С Маленьким Уличением Объема Каждый год Но Здесь Таких Больших Революций Острый Если Вы Посмотрите Объявления Где Компания Ищет Работников Тогда Вы Видите Что В РМП Всегда Или Домашний Страничок Даже РМП Чуть Чуть Другого Исходить До Того Сколько Один Человек Может Сделать Насколько Он Качеством Может Сделать И Исходя Уже Из Этого Рисовать Ту Структуру И Те Издержки Которые Нужны Реально Нужны Для Домов Почему Я так Говорю С Уверенностью Потому Что Например Сейчас Частный Дом Прав Я Вижу Те Сметки С Которые Приходят Ко мне Жители И Просят Предложения И Сравнивая Например Какого-то Рода Издержка За Ту Самую Борку Я В В Некоторых Случаях Она В Три Раза Меньше Чем Эта Услуга На Таком Свободном Рынке Должна Была Бо Стоить Чтобы Получать Именно Качественную Услугу Если Так Ну Просто Подходить К этому Вопросу Ну Там Убрали Не убрали Ну Убрали Хорошо Не убрали Ну Ничего В следующий раз Уберем Тогда Можно Продолжать Притворяться И Платить Сравнительные Маленькие Деньги За уборку У нас Между тем Звонок Здравствуйте Доброе утро Пожалуйста Добрый день Добрый день Вы в эфире Я Хотела бы Ну Задать Или Вначале Спросить Про Эти Пять Миллионов Евро Которые Рыгос Парвус Потеряла В Норвег Банке Только Айвар Не рассказывайте Мне Вы там Вы писали Встали В очередь По-моему Четвертые Или пятые У вас же Огромный Штат Персонала Аналитиков Я слышала Что четыре Человека И банк Не открылся Сегодня Вы встали Он работал А ночью Он закрылся Почему Почему Это вот Отношение Административного Персонала Вообще Ко всем Вопросам Вот Предыдущая Дама Звонила У вас же Нет Элементарной Административной Дисциплины Почему Вот Участки Творят Что хотят Я просто хочу Напомнить Что Айверс Гонтарев Сейчас не является Председателем Правления Рига Снаму Парвар Я знаю Я 12 лет Старше Я все это знаю На каких Правах Он дает Сейчас Консультации К нему Обращаются Люди За помощью И потом Говоря о кадрах В интернете Была очень Хорошая Статья Кто работает В Рига Снаму Парвар Это дети Внуки Чуть ли уже Неправники То есть Все блатные Вот Что изменится Сейчас При новом Составе Правления Будем смотреть В начальном случае Айвер Был Или Айнар Айвер Был занят Только реновацией Домов У него Было это Хобби Остальное Его мало Интересовалось Но самая Главная Проблема Нету Спроса С участков Подождите Вот я не понял Что для вас Реновация домов Это хобби То есть Которым занимаются Для него это было хобби Да Он говорил Вот сейчас Сто домов Согласились Ребята Поймите Одно Я работала С реновацией С собственниками Квартир Я дала Предложения Которые Которые Полтора Миллиона Оценили Я даже К Сюрдор Подходила Как бы Но у меня Оставалась От дома Только коробка Остальное Надо было Заменить Я была Тоже Против Реновации Не потому Что я Против Потому что Я не смогу Материально Вытащить Этот кредит И то я Брала 50% Нам вроде бы Оплатят 50% Мы должны Брала я На 15 лет Это В программе Своей Люди Не могут Заплатить За реновацию Вот Только В этом Причина Они Они не против Они согласны Ну ведь Платить Кредит Надо Возвращать Кредит Надо Только В этом Смысл Вот Что Мало Согласно На реновацию А так А как Если Административно Все останется Такое же Количество Людей Кто-то из центра согласия Потерял работу Все На участке Уже ему нашли У меня центр согласия Половина штата Занимает На нашем участке Им Сперва Я сказала Начальник участка Отправьте их В первый класс Пусть хоть Элементарным Вещам Учатся Если я два года Буф инженера Гоняю на крышу Посмотреть Это затратная Очень работа Чтобы Мы подготовили И накопили Определенный фонд Для ремонта Нет Я не могу Его загнать Я понимаю Что он боится А скажите Вы Кем сейчас Работаете Вы просто Вы Председатель Кооператива Или кто Нет Я не Председатель У нас Старше Старше По дому Да Учества Нет Не кооператива А у вас Уполномоченное лицо Так скажем Уполномоченное Мы анализировали Недавно Объем работы Который Ну я наверное Сделала С участка Было Ни одного Толкового Предложения Потому что Я состоял Техническое состояние Дома Я знаю У меня было Очень много Комиссий И по стенам И по этим Важаем Суча Участку Ну до лампочки Тоже состояние Домов Почему И госконтроль Написал 51 процент Уже в изношем Состоянии Потому что Рига Сном Парла Не занимается Техническом Состоянии Домов Она только Поверху Вот Бегает И все Конструктивного Ничего не делается И вы Ликвидировали Класс Старших Вы Сколько раз Я к вам Подходила И говорила Давайте соберем Старших Пусть они Выскажутся Послушаем Вашу программу Вы же Я собирал Старших По дому Несколько раз Не надо спорить Вы не соберете Какого дома Вы С удовольствием Вы вынесете На участок Если у меня Есть проблема Хорошо Я сказал У меня проблем нету Но Мы собирать Старших Не будем А с какого Действительного Участка Расскажите Может быть Чтобы было Понятно С какого дома Что-что Из какого дома Не важно Ну так Ну подождите Ну как У меня Второй вопрос Подождите Вы 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 двигаете Обвинение В то же время Вы говорите Что я не скажу Ну вот Какой адрес Ну скажу Ребята Что это Ну скажу Гиппократа 17 Ну вот Знаю Знаю Гиппократа 17 Очень хорошо Помню вас Мы же знакомы Интересно Да Мы же знакомы Да Вы же ко мне приходили Приходила Я везде хожу Все ваши вопросы Я решил Которые вы мне Тогда задавали Нет Нет Я бы только Просила Одного Собрать Старших Где мы Высказывали Я руководила Этими Старшими По городу Риги Я собирала Что им надо На собрания Выступить Начальники Участков Даже были Немножко Встревожены Когда их Приглашали Туда Хорошо Скажите Ну вот Конкретно Что Вот С какой целью Вы позвонили Что вы хотели Я услышал Я услышал Три вопроса Наверное Я наверное Смогу на них Ответить Потому что Затронуто Очень большой Диабызон вопросов Во-первых Я услышал Вопрос про 5 миллионов ПНД Норвики А потом Я услышал Вопрос про Реновации Которые Очень обширные И третий Это влияние Политиков На эту компанию Очень три Больших Блока Давайте просто Начнем Отвечать Потому что Каждый из них Уже стоит Отдельных Передач Я услышал Я помню Вас И Надеюсь У вас Все Все хорошо В доме И Всех благ вам Давайте Начнем С первого С Пяти миллионов Во-первых Это Старая История Сергей Сергей Сними звук Пожалуйста Это старая История Счет В ПНБ Банков Более Десяти лет В компании Почему он там Появился Когда я спрашивал Историю Там очень просто Потому что В свое время Норвик банк Он сделал Специальный Льготный Тариф Для Пенсионеров И По Держанию Там денег И По Пересчетам И тогда Скажем так Финодел Который Анализирует С каких Банков Поступает Деньг Они видят Например Доля Там была Светбанк Например 50 или 60 Процентов Платежей Может быть Даже больше Сейчас Чтобы Не соврать Но Был Какой-то Объем Платежей Если Тайно Помню Меньше Пяти процентов Который Поступал От ПНБ Банк И Это Последовало Тому Что Компания Более Десяти лет Обратно Открыл Счет В ПНБ Банк Чтобы Пенсионерам Их переводы По коммунальным услугам Не стоили ровно ничего Чтобы не было комиссии Поскольку У них была Эта специальная программа И внутри банки Эти переводы Были бесплатные Дальше Как устроено Вообще Кто за что Отвечает Это конечно Очень удобно Политикам Сейчас Всех собак Спустить на РНП Что РНП Не контролировала Действия Банков Очень удобно Очень Только по закону Если мы смотрим Кто Надирает Действия Банков ФТ КТ Дальше Кто Финмин Вот Интересно Когда все Открылось И когда Рухнул Рухнул Я повторюсь Или напомню Радиослушателям Когда рухнул Этот банк В тот момент Когда его Начали продавать И по новой Законодательстве Информация Про продажу Банков Поступила В Евросоюз И Евросоюз Уже указал Латвийским банкинам Говорит Ребята Этот банк Как бы Давно не сдавал Отчеты И по всем Показателям Как-то тут уже Давно Все плохо И вот здесь Интересно Что делали Наши политики Все эти годы Чтобы Что-то это Поменять И изменить И Ничего не делать Чтобы Выполнять Свои прямые Функции Сейчас перевесить Соответственность За то Что Банк Ушел Платежно-неспособность Ну РНП Это Не компетенция Как минимум Со стороны Политиков Почему? Потому что Мы доказали Я лишь следил За этим вопросом Чтобы Показать Что Каждый Платеж Пенсионера Или там Клиента Клиента Этого Банка В РНП И дальше С РНП На Конкретный Поставщик Это Платеж В принципе С этого Клиента На Счет Поставщика Рига Рига Силтумс Рига Судэнс И так далее И т.п. И мы доказали Там была Огромная куча бумаг Это вот Как ваш Том Вот сейчас На передаче Который Был бы Застелен Мапками Объемом 60 сантиметров Высотой Вот такое Было количество Бумаг Которые Были переданы В электронном И в бумажном Виде В ФКТК Да Я лично За этим Вопросом Дальше Было Только И Единственное Политическое Решение Чиновников Признать Это Что Написано В законе Это не моя Выдумка Написано В законе Что поставщик Рига Силтумс Поставляет Свою Услугу Жителю И житель Через Дом Правления Оплачивает Эти числа Поставщику Есть поставщик Есть житель Все Дом Прав Лишь Уполномоченная Персон В тот момент Отказ ФКТК Базировался На том Что Мол Дом Прав Тогда должен Был Открывать Счета От имени Жильцов На имя Жильцов А не на свое Имя Мы запросили Всем банкам Пожалуйста Откройте На Наше Количество Клиентов Всех Всех Счета Они Нам прислали Отказ У них Такого Рода Открытие Счетов Что Мы Как Дом Прав Открывали На имя Каждого Жильца У них Такой Слуги Нет Такого Варианта Нет Это Раз Второе Как вы Знаете Это Не Был Депозит Это Еще Одна Большая Ошибка И Всех Которые Говорят Про Это Это Не Депозит Это Ежедневный Оборот Простых Денег Где Жители Рассчитываются С поставщиком Через Нас И Как вы Знаете По закону Защищается Лишь Сто Тысяч Сто Тысяч От этих Денег Которые Там Лежат Банки При Обороте РНП Денежном Обороте Я сейчас Говорю Не про Финанс А про Денежный Именно Оборот Около Сто Миллионов Вы Можете Разделить Сто Миллионов На Сто Тысяч Чтобы Понять Сколько Банков Сколько Банков Нужно РНП Разместить Деньги Чтобы Они Были Как бы В этой Зоне Сто Тысяч И Всегда Были Гарантированы Возврат Да В Европу Столько Банков Нет Нет И Это Только Единое Решение Политиков Признать Эти Деньги Так Как Гласит Закон Что Это Деньги Жителей Которые Должны Поступить С Пункта А От Жителя До Поставщика Б Поставщика Б Все Точка Да И Это Раз Второе Насчет Вообще Покрытие Издержек И так Далее Финансисты Меня Поймут В то Время Когда Началась Эта Проблема Сделали В РНП Стресс Анализ То есть Что Будет При Самом Плохом Сценарии Что Будет Если Государство Из-за Этих Политических Игр Сделает Из РНП Козла Отпущения И Не вернут Эти Деньги Не РНП Не Жителям Тогда Конечно РНП Своих Средств Покроет Это И РНП Это В принципе И Сделало Это Финансиальных Скажем Так Сейчас Бумагах Уже Показывает Резервировая Эти Деньги Для Покрытия Этих Издержек И В РНП Было Достаточно Денег Чтобы Всего Это Покрыть Так Что Здесь Сразу Было С Продали Мы Бились До Конца И Сейчас Я понимаю Государство Отправило Этих РНП В Длинную Очередь Но Вот Здесь В этом Случае Я Слушал Просто Со стороны Уже Находясь Не в кресле РНП Сколько Спекуляций Сколько Оплошности И Таких Неправд Вокруг Этого Вопроса Взяли бы И спросили Кто-то Кто поближе Кто знает В деталях Этот вопрос Так что Я думаю Этот вопрос Нужно просто Закрыть Забыть Политикам Которые Были В ФТК Признать Что Они неправ Вы просто Не выполнили Статьи Закона Конечно Мы могли Так поступать Но Это пускай Остается На вашей Совести Да РНП Конечно Закроет Эти Долги Да У нас Почему-то Тут Чуть-чуть Подвисло Второй вопрос Слышите меня? Да Сейчас слышно Все В порядке Второй вопрос Реновации Да Которую Радиослушательница Говорила Действительно В Мэшцемси В свое время Я отреновировал Как уж частный дом прав Первый дом И Прийдя в РНП Я проходил Уже Своим видением О том Что Единственный вариант Как содержать Жилой фонд Это его Восстановление Восстановление Каким образом Восстанавливать Или Понемногу С накопительного фонда Меняя Те Узлы Или Те Коммуникации Которые У которых Закончили Срок Эсплуатации Или же Это полная Реновация С евросоюзными Деньги Это уже Вопрос Стратегии Тактики Но Конечно Пока Есть Подарок Европы За полцены Отреновировать Дом Сергей Тут Не Позволит Мне Соврать У Сергеев Кооператива Уже Дома Которые Выплатили Выплатили Деньги За реновацию Полностью Уже Прошел Этот срок Уже Прошли Десять Более Десяти лет С первых Домов Они Выплатили И уже Живут И Все У них Хорошо Это Долгострочная Перспектива И Стратегии Это единственный Правильный Путь Восстановления Домов Это их Восстановление Потому что Мы С каждым Днем Как мы Люди Так и Дома Становятся Все Старше И старше И что-то С этим Нужно Делать Мы можем Себя Запускать Или Идти Заниматься Спортом То же Самое С домами За ними Нужен Уход И Да Я признаюсь Это Был Моим Приоритетом Именно Из-за Того Я Вот Вместе Звал И в помощь Сергея И его Опыт Я создавал Специальную Группу Старших Домов Звал Всех Чтобы Понять Что им Важно Что им Не хватает Да Там Какая Помощь Им Необходима И Одну Из таких Встреч Мы Проводили В форме Семинара Тоже В Ратуше Да Там И были Представители Эстонии Где мы Показывали Опыт Эстонии Да По Тому Как они Реновировали Как они Раз Это Второй Подход Это Комплексная Реновация Всего Города Или Улиц Или Квартала Где На Торцевых Стенках Мы Видели Также Номера Дома Которые Выкрашены На Всю Скажем так Торцевую Стенку Да Там Ну Очень приятно Просто Находиться Мы Хотели Вот Эти Знания И этот Опыт Перенести В Латвию И также Мы Потом Некоторые Старшие По дому Которые Хотели Мы Садили В бус И вместе Ехали В Эстонию Чтобы Смотреть Там На Местах Также На Эти Мероприятия Я звал И Вез В Эстонию Представителей Как Министерства Экономики Так Министерства Финансов Так И же Алтумс Да Потому Что Там Два Главных Подхода Которые Отличаются От Латвии Это Во-первых Подход Квартальной Реновации Или Восстановлении И Второе Это Они Уже Были Испытали Первый Так Называемый Refabricated Сергей Поможет Перевести Это Заводские Подготовленные Детали То есть Это Крупно Блочные Да Что Их Технический Университет Взял Свои Общежития Которые Я С какого-то Советской Типовой Застройкой В Эстонии В то Время Просто Отмерили Дигитально Замерили Создали В заводе Точную Модель Этого Дома Утеплили Уже Создали Весь Материал По утеплению Уже В заводе И На Доме В течение Трех Недель Был произведен Монтаж Всего этого Утепления С окнами Смена И так далее То есть Они где-то Три-четыре Шага вперед Нас Всему Этому Процессу И Вот Такого рода Да Я Очень горю Этим Я Только В обслуживании Вижу Цель Как восстановить Дома Чтобы Жителям Было приятно Приходить в свой дом Чтобы они там жили Радовались Они понимали Что Это на время Когда мы Сможем себе позволить Мы там купим дом За городом Это на время И поскольку это на время У нас такое Психологическое отношение Мы не будем думать Про восстановление Про улучшение И так далее Это неправильно Никогда всем не хватит Чтобы купить свой частный дом И нужно думать Про то Как восстановить эти дома Таким образом Что они были А. Энергоэффективны Б. Чтобы Вам самим Было приятно Там находиться Потому что Я из деревни Я приехал в Ригу Мне казалось Это какой-то кошмар Жить в девять этаж Четыре шесть Седьмой серии Где тебе заливает Постоянно Сколько ты на первом этаже Да Там И Понимать Что ты не можешь Сам по себе Ничего не поменять Если все соседи С тобой не согласятся Да И наверное Из этого И началось Мое желание Что-то в этой среде Поменять Потому что В то время Дети были маленькие Я их воспитывал И каждый день Ты сталкиваешься С этим коммунальным Раем В кавычках Хочется что-то поменять Третье Который большой блок Был затронут Это Политическое влияние На РНП Конечно Конечно И пока она Такое будет Да Эта компания Никогда Не сможет Выпрямить Свои крылья Образно говоря И Нормально Работать На каких-то Коммерческих Основах И так далее Что мы слышали Посмотрите же Сами Что мы видели В программах Политиков На эти выборы В каждой программе Было что-то Про РНП Что-то про РНП Ребята Политики Просто оставьте Эту компанию В покое Дадите большие задачи Стратегические Что нужно Выполнить И просто Отойдите От нее Пока Каждый Политиков Будет считать Своим долгом Тортнуть пальцем Или попинать РНП Или что-то От него Выжить Всегда Это будет Такая компания В которой Очень много Вопросов И так далее Но что мы Слышали В этой Реторике Что Тарифы РНП Завышены Будем Снижать Что Мы С вами В этом Эфире Сегодня Говорили О чем О том Что Есть Да Большие Зарплаты Там Наверху А внизу Там Где люди Реально Работают Да У них Зарплаты Небольшие И Объем Работ Очень Большой Если Мы Будем Занижать Тариф Насчет Чего Этих Шефов Боссов И администрации Которые Там Получают Большие Зарплаты Их Не Настолько Много Если Пойдет Увольнение Именно Тех Людей Которые Там Внизу Я Уже Слышал Сейчас Уже Это Пошло А что Это Значит По отношению К клиенту Клиентам Еще Хуже Будет Еще Меньше Внимание Все Остальное Почему Потому что Так Решили Политики Потому что Нужно Сейчас Уменьшить Тариф Из-за Этого Пока Она Будет Под влиянием Не поменяется Ничего В этой Компании Да Много Что Можно Наверное Упрекать Во Все Случае Когда Я Прошел Я Сразу Сказал Да И понимаю Что Политикам Обращаются Жильцы Вот Мой Личный Телефон Вот Мой Личный Канал Если Проходит Вам Какая Претензия Нет информации Информация Должна быть Абсолютно Конкретной В том Сле Контакт С клиентом Я сам С ним Созвонюсь Решу проблему И вам Доложусь Как эта Проблема Была Решена Не буду Вам В деталях Отчитываться Почему Потому что Есть GDPR Норма Как Мы знаем Что Нельзя Выдавать Какие-то Сенситивные Данные Но Депутат У меня Всегда Писал Какого Рода Решение Было Принято Каким Образом Проблема Была Решена Так что Если Очень Быстро Вот так Пробегаясь По Этим Вопросам Но Каждый Из этих Вопросов Можно Как минимум Несколько Передач Можно Проводить Я бы Сказал Очень Коротко Если Можно По вопросу Пропавших Денег Ладно Можно Тыкать Пальцами В аналитиков Можно Тыкать Пальцами В домоуправление Но У меня Только Один Вопрос Наши Заботники Политики Они Сделали Вывод Из того Что Произошло Там Вся Проблема В том Что Собственно Героя У Домоуправление У любых Не только РНП Денежный поток Несобственных Денег Мы Выполняем Функции Кассира И эти Деньги Наверное Нужно Защитить Каким-то Особым Способом Ничего Подобного Осталось Да У нас К сожалению Прервалась Связь К сожалению Прервалась Да и Время Заканчивается Наверное Вот Последний Вопрос Который Мы Успеем Принять Звонок Здравствуйте Доброе Доброе утро Или день Добрый день У меня Такой Вопрос Мы Находимся Наш дом Обслуживает Рига Снаму Парвал Некс У нас Большой Двор Асфальтированный Часть Двора Используется Для Парковки Может ли Рига Снаму Парвал Некс Помочь Нам Организовать Цивилизованную Парковку Во дворе Потому что Сейчас У нас Постоянно Происходят Скандалы По этому Вопросу Машин Намного Больше Чем Парковочных Возможностей Кому Надо Обратиться В этом Случай И Что Может Чем Может Нам Какие Варианты Решения Могут Быть Этого Вопроса Скажите Есть ли Возможность Назвать Адрес Чтобы было Более Конкретно И понятно Мы находимся В центре В центре Хорошо Если Хотя бы Эта информация Думаю Будет Достаточно К сожалению Просто у нас Сейчас Времени Слишком Слишком Мало Чтобы Развернуто Ответ Я Вижу Нереального Это Может Интересует Не только Конечно Конечно Я могу Вас попросить Может быть Ровно Через Неделю В это же Время Включить Радио И Тогда Я думаю Что Во-первых И подготовиться Вот И господин Зидорко И Айвард Глентарев Они Подготовятся К Этой Передаче И Смогут Может быть Детально Ответить На ваши Вопросы Ну Вот На этот Вопрос И Мы Тогда Действительно У меня У меня Такие Вопросы Значит Как Это Сделать Грамотно Как Сделать Так Чтобы И Аварийные Службы Могли Подъехать Может Быть Брать Какую Символическую Плату Может Ли Эту Плату На Отдельный Подсчет Брать Домоуправление Без Ну Как Помочь Нам В этом Вопросе Какие Это Юридические Вопросы Кому Конкретно В Домоуправлении Обращаться И Второй Вопрос Можно Ли Использовать Сайт Домоуправления Для Общения Ну Вот Интерактивного Между Жильцами Дома То Сайт Домоуправления Для Да Да Для Общения Ведь У них же Есть Сайт Да И мы Туда Входим С паролем Ну Может Как То Можно Там Организовать Или Я не знаю Какие-то у них Другие Есть Фейсбуки Или еще Что-то Хорошо Мы Тогда Тоже Зададим Этот Вопрос Я думаю Что Как Раз Начнем Следующую Программу С ответа На Ваши Вопросы Спасибо Вам Большое Всего Доброго И Наверное Уже Мы Прощаемся Потому Что Время Нашей Передачи Завершилась Программа Добро Пожаловать Сергей Сидорко И Эвер Гонтерев Сегодня Были В нашей Студии Можно Сказать Виртуально Спасибо Спасибо